Погодная сводка с Уэст-Палм-Бич. Вообще мы здесь, чтобы взять интервью бывшего президента, ныне лидирующего кандидата республиканцев Дональда Трампа. Пока остальные провели последние два с половиной года споря о системном расизме и правах трансов и других эфемерных, других воображаемых вещах. Позиции Америки в мире ослабли так быстро, что в это трудно поверить. Но Дональд Трамп это заметил. Все действительно изменилось с тех пор, как он покинул пост, и это тема части беседы. Вот она. Вы говорили в то время, будучи президентом, что война с Россией, будь то горячая или холодная война, подтолкнет Россию к союзу с Китаем. Говорю, мы перестали бы быть самой сильной нацией. Говорил. Но есть проблема посерьезнее. Это проблема вооружения. Современное оружие такое мощное. Это не Вторая мировая, где танки ездили, стреляя друг в друга. Это оружие, подобного которому мир прежде не видел, оно есть у них и у нас. У Китая его меньше, но через пять лет Китай поравняется с нами. Я говорю о ядерном. У Китая есть задатки большой, очень мощной ядерной программы. Они отстают на пять лет, они начали намного позже. Россия и мы сопоставимы. Огромная сила. Огромная. И это одно из того... Больше, чем люди осознают? Больше, чем осознают. Да, больше. Они не понимают этой силы. Если посмотреть на Хиросиму, или Хиросиму, как еще говорят. Если посмотреть на Нагасаки. Рассмотреть эти два события, произошедшие много-много лет назад. Я умножаю эту мощность на 500. Вот о чем речь. Там даже расплавило границ. Знаешь, границ просто так не расплавить. Да. Но гранит там, где он был, стал как вода. Которая, знаешь, застыла. Словно лед на катке. Расплавила гранит. Если посмотреть на это и умножить раз в 500. Вот о чем речь. Когда я слушаю, как люди говорят о глобальном потеплении, что уровень океана поднимется через 300 лет на 3 миллиметра. И они говорят, вот наша проблема. Наша большая проблема – ядерное потепление. И никто не говорит об этом. Экологи несут всю эту чепуху во многих случаях. Я и сам, пожалуй, своего рода защитник окружающей среды, потому что я хорошо защищал ее. Но никто не говорит о ядерной проблеме. Проблеме крупнейшей из всех, что стоят перед миром. Не глобального потепления, а ядерного потепления. И достаточно одного безумца. И будут такие проблемы, коих свет не видывал. И произойдет все за секунды. Не придется 200-300 лет ждать последствий. Что ж, все это очевидная правда. Почему об этом молчат наши лидеры? Молчит пресса. Потому что они не умны. Думаю, они не понимают. Путин понимал. Я говорил с ним об этом все время. Я никогда не упоминал слово «ядерный». Знаешь, мой дядя был профессором, отличным профессором в МАИТи очень долгое время. Доктор Джон Трамп. И он говорил на много разных тем. Мне все было очень интересно. Годами с ним общался. Ушел из жизни великим, великим джентльменом. Вроде как дольше всех занимал пост пожизненного профессора в истории МАИТи. Даже если нет, был очень близок к этому, ведь проработал там почти 40 лет. И мы говорили о разном, и он как-то сказал «Знаешь, когда-нибудь сделают чемодан». И в этом чемодане ядерное устройство, способное взорвать Нью-Йорк из чемодана. Я сказал «Нет, дядя Джон, такого быть не может». Он прав. Мощь. Столь невероятно, можно запустить подлодку и питать ее годами. По сути, как от батарейки. Годами питать. И когда мы говорим о военных действиях, когда я наблюдаю, как люди говорят об Украине, как Украина справляется, бла-бла-бла, Россия сдерживается. Во-первых, Украину равняют землей. Да. Окей, даже без ядерных средств. Но предположим обратное. Допустим, их дела пойдут лучше, чем ожидается. Если бы он решил использовать свой второй вариант уничтожения, а именно ядерный, на том и конец. Понимаешь? И я знаю твою позицию по Украине. Ты понимаешь лучше большинства. Большинство – нет. Большинство и не говорят об этом. Они не говорят о том, что у него равный Соединенным Штатам ядерный потенциал разрушения. И я наблюдаю за всем этим, и так печально. Но такой вопрос. Люди Байдена знают о мощи ядерного оружия. Они сейчас контролируют наш арсенал. Их это вроде не беспокоит. Это потому, что они не понимают жизни. Они не понимают того, что необходимо понимать. Знаешь, весьма занятно. В самом начале Байден очень боялся ядерного оружия. Я помню, как он говорил «О, у них есть ядерное оружие», что было совершенно неправильным сигналом. Если заглянете в ваши архивы, там будет запись, как Байден еще давно говорит «О, мы не можем так сделать, у них ядерное оружие». Ну, не подобает, знаешь, не стоит себя так вести. Да. Но он очень боялся ядерного оружия. Я сказал «Знаешь, нужно думать немного прохладнее». Но теперь у нас никто не говорит о нем, но каждый день Путин упоминает его. И каждый день другие упоминают его. И теперь оказывается... Смотрите, другие страны заговорили о том, как бы получить его. Это было чем-то неупоминаемым. Как слово «Н». Есть два «Н» слова, ни одно нельзя упоминать. Ядерное оружие не стоит упоминать. Столь разрушительная его мощь. Я встречался с профессорами MIT, и я готовился к дебатам. Не скажу, что долго с ними общался, но мне было интересно поговорить о ЯО, потому что считаю его величайшей угрозой для мира гораздо больше глобального потепления. Какое уж тут сравнение. И я попросил этих людей встретиться. Все очень умные. Большие эксперты. И я спросил «Итак, когда речь зайдет о ядерном оружии в ходе дебатов, что бы вы сказали?» И они посмотрели на меня, и один из них сказал «Сэр, об этом нельзя говорить?» Нельзя о нем говорить. Я спросил «В чем дело?» Он сказал «Оно столь масштабно, столь разрушительно, что вам нельзя говорить о нем». Я понял, что именно он имел в виду. И мы избегали этой темы по большей части. Но теперь Путин постоянно упоминает его. Мы не упоминаем, но Путин его постоянно упоминает. Вы его слышали? «Мы ядерная держава», — сказал он не так давно. И это первый раз, когда я слышу, как крупная страна, знаешь, говорит о нем. И я проделал неплохую работу, отличную работу с Северной Кореей. Ким Чен Ын, ты летал со мной туда. Ты оскорбил его, что не слишком облегчила мне жизнь, но ничего. Но ты там был, один из немногих. И было потрясающе. Наверняка это произвело на тебя невероятное впечатление. Конечно. Было потрясающе. Там были тысячи репортеров. С ними не особо хорошо обращались, кстати, но... Я прекрасно поладил с ним, и из-за этого началось тяжело. Помнишь, это Рокетмен, маленький человек-ракета. И он сказал «У меня на столе есть кнопка». Красная кнопка. Я сказал «У меня тоже кнопка на столе. Моя большая работает, твоя нет». И так продолжалось пару месяцев, а затем вдруг... Мы сдвинулись с мертвой точки. Он захотел встречи, и мы встретились, и отлично поладили. По сей день прекрасно ладим. Он не станет говорить с Байденом. Он даже говорить не будет с этими людьми. Он не уважает его. Он мужчина, который... Если его уважаешь, он уважает тебя. Он не говорил с Обамой. Обама пытался добиться встречи. Он не захотел. Он встретился со мной. Я встречался с ним дважды. Я бы заключил с ним сделку. У него огромный ядерный потенциал. Это крупнейшая проблема. Возможно, это показывает, что это даже серьезнее, чем я полагал. Ведь нужен кто-то, кто понимает, что может произойти, и им нужно деэскалировать. Как бы вы это сделали сейчас? Но сейчас у нас есть проблема. Наш сумасшедший мир летит в тартарары, а Соединенные Штаты не могут с этим ничего поделать. И Макрон, а он мой друг, он там, в Китае, целует ему задницу. Окей, в Китае. Значит, Франция теперь будет с Китаем. Посмотрим на Саудовскую Аравию. Смотрите, что случилось. Они замечательные люди. Хотели помочь нам. Он дает кулачное приветствие. Знаешь, что это значит? Не пожимай мне руку, у тебя она грязная. Вот суть этого жеста. Они поняли, это их так оскорбило. Ты понимаешь? Да. О, не хочу жать тебе руку, давай кулаками ударимся. Субтитры сделал DimaTorzok